Сегодня депутаты городской думы 5-го созыва собрались на очередное 61-е заседание. Народные избранники утвердили внесение изменений в городской бюджет, а также правила землепользования и застройки, приняли к сведению отчет о работе административной комиссии, утвердили положение об общественной палате, внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Это заключительная встреча депутатов в нынешнем составе. 13 сентября новоуренгойским избирателям предстоит принять решение о том, кто достоин представить их интересы. О работе городской думы Надежда Печеркина и Николай Александров. В начале заседания вручение думских грамот. Начальнику управления по труду и социальной защите, а также депутатам-ветеранам Владимиру Вербенко, Павлу Сурикову и Александру Терентьеву. Торжественный настрой тут же сменяется деловым. В повестке дня 11 вопросов, один важнее другого. Нужно внести изменения в бюджет. Его доходная часть выросла за счет безвозмездных поступлений. Выделить бюджетное ассигнование на развитие муниципального образования и городского хозяйства, а также на мероприятия по поддержке детей и молодежи. Бюджетная картина в итоге складывается следующим образом. В результате внесенных изменений доходы составили 8,754,122,000 рублей. Расходы составили 9,613,264,000 рублей. Дефицит составил 859,142,000 рублей. Сегодня они принимают решение о поддержании кандидатуры от округа в Совет Федерации. В этом органе власти наш регион могут представлять два сенатора. Один от губернатора, один от законодательного собрания. Вот наш губернатор, который будет подвигаться на должность губернатора, товарищ Побылкин, Дмитрий Николаевич, решил, что его представителем будет не Йолок Юрий Васильевич, а будет же наш губернатор, который хорошо знает все наши нужды, проблемы. Один из пунктов повестки дня работы административной комиссии. За первое полугодие сюда поступило 223 дела о правонарушениях, а в прошлом году за это же время 625 таких материалов. Такое сокращение в цифрах вызвано изменениями в законодательстве. Впрочем, это совсем не означает, что теперь нарушители административных норм могут спать спокойно. Присутствующие на заседании представители законодательного собрания гарантируют внимание депутатов к общественному порядку. То, что сегодня вот рассмотрели на последнем заседании Думы, это требует продолжения, это требует усиления внимания со всех сторон. И, естественно, должно быть, как бы мы ни хотели, некоторые порядки должны быть в ужесточающем варианте. К завершению своей работы городская Дума подходит с хорошим багажом. Такова оценка главы администрации, которая участвует в работе Совета глав муниципальных образований. Получился отменный корректик, даже судя по работе сегодняшнего заседания, все строго по регламенту. Работы закончены в 7 часа. Уложились в регламент, хоть и не всегда были единогласны в решениях, однако разница мнений общему деловому настрою не помешала. Я оцениваю работу Думы на хорошо. Работали, старались, может, где-то совершали ошибки, но, как в народе говорят, не ошибается тот, кто не работает. Поэтому впереди выборы, впереди новые избрания нового состава и продолжение работы, традиций и намеченных планов уже в составе новой Думы. Завершается заключительное заседание, но не прекращается депутатская работа. К председателю Думы обратились 5 председателей ТСЖ и попросили помощи в попытках найти общий язык с урингой теплогенерацией. Депутаты решили создать рабочую группу из 5 человек, которая примет участие в многостороннем диалоге. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!